Здравствуйте, с вами снова я, Андрей, и я рад вас приветствовать в шестом уроке курса MySQL Essential. Тема нашего сегодняшнего урока – индекс. И сегодня мы посмотрим, как сервер хранит данные в базах данных, а также мы посмотрим, как он находит данные и рассмотрим некий алгоритм поиска. Подобно любых данных, данные хранятся на жестком диске. Но если бы на этом жестком диске данные записывались куда угодно, в любую свободную ячейку памяти, то это бы уменьшило бы скорость работы сервера. Поэтому в базах данных данные хранятся в страницах и эксцентах. Давайте для начала мы с вами рассмотрим, что такое страница. Это единица хранения информации в SQL. Одна страница весит 8 килобайт. Соответственно, наши данные разбиты по этих страницах. Операции ввода-вывода также происходят на уровне этих страниц. Страница содержит в себе 96-байтовый заголовок и строки данных. В этом заголовке хранятся системные данные о странице, а строки данные заносятся после заголовка. Также в SQL существует множество страниц. Нас интересуют страницы данных и страницы индекса. Страницы данных – это все строковые данные, кроме каких-то больших строк и изображений. Для них существуют отдельные страницы. Нас интересуют страницы индекса. Соответственно, с помощью этих страниц мы ускоряем поиск к нашим данным, по нашим индексам. Хорошо, давайте сейчас посмотрим, что такое Extend. Extend – это основная страница организации пространства в базах данных. То есть сам Extend – это коллекция страниц. В одном Extend будет 8 страниц. Давайте посчитаем, сколько памяти будет в Extend. Учитывая, что одна страница весит 8 килобайт, а в одном Extend – 8 страниц, то всего один Extend будет весить 64 килобайта. Эти Extend нужны для фрагментации файлов баз данных. То есть он не разбрасывает страницы по всему файлу баз данных, а гарантирует, что некоторые страницы будут рядом. Так как в одном Extend – 8 страниц и, соответственно, 8 связанных индексов, таким образом, может нам обеспечить поиск по конкретным индексам. К примеру, если они будут связываться друг с другом, либо сортироваться по этих страницам. Теперь давайте посмотрим, как сервер будет искать данные по только что созданной таблице. Смотрите, после создания, когда мы создаем нашу таблицу, то выделяется Extend. И при заполнении одного Extend позже начинает заполняться другой Extend. И, соответственно, вот эти вот Extend, когда мы добавляем наши данные, они никак между собой не упорядочены. Поэтому, если найти именно те Extend, то их придется каким-то образом перебирать. И, соответственно, таблица, которая не имеет кластеризированного индекса, называется куча. Как это понять? К примеру, мы создали таблицу без Primary Key. Мы привыкли, что всегда, когда мы создаем нашу таблицу, у нее будет первичный ключ. Почему? Потому что первичный ключ – это ID какого-то объекта, либо какой-то сущности. А если мы создадим таблицу без первичного ключа, то, соответственно, это будет куча. И, соответственно, поиск в такой таблице очень длинный. И для того, чтобы найти элементы с кучи, нам нужно сканировать таблицу. Соответственно, если мы добавим индекс, а вот индекс мы посмотрим, это и будет наш первичный ключ. Таким образом, по странице индекса они в экстенте сортируются. И, соответственно, если уже первый экстент заполнился, то, соответственно, идут дальше экстенты за ним. И скорость поиска по этому ключу осуществляется гораздо быстрее, чем поиск в куче. Теперь давайте перейдем к первому примеру и посмотрим, как осуществляется поиск в куче. Мы будем использовать базу данных ShopDB, удалим таблицу bt3, ну а также создадим, видите, мы создаем таблицу b3, где у нас будет numbers, int и word, varchar. То есть, видите, у нас нет первичных ключей. То есть, мы создаем нашу кучу. Да, вот видите, создал я кучу. Теперь добавляю в нашу кучу данные. Так, добавил, видите, с 1 до 4, и 6, 7, 8, 9. Пропустил 5. Так, ну теперь смотрите, если я выполню отдельно запрос, select from b3 where numbers in 5.6. То есть, он найдет наши данные, в которых numbers попадает множество, 5, 6. Так, 5 у нас нет, есть 6. Смотрите, поскольку таблица куча, если я добавлю сейчас сюда данные, вот 5, ну 5 вот добавлю, то смотрите, я сделаю выборку с нашей таблицы, сейчас вот данные добавил. Видите, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 5. Так как 5 я добавил последнюю. У нас, соответственно, таблица не упорядочена. Соответственно, вот здесь 5 в конце. Даже если я сделаю выборку, то есть, видите, 6 и 5 в начале. Так как ничего здесь не сортируется. Это у нас куча. И теперь смотрите, давайте проанализируем, как вот здесь происходит поиск. Для того, чтобы проанализировать поиск вот этого вот запроса, видите, вот этот вот запрос, where, там где number, одно из этих множеств. Для этого есть такое ключевое слово explain, а уже затем пишем сам запрос. И теперь смотрите, я выполняю вот этот вот запрос explain. И вот этот вот запрос нам вернул такую табличку. То есть, ID запроса, выборка простая вот, также таблица. И смотрите, прошу обратить внимание на вот эти вот поля. possible case null, k null, k length null, строк 9. То есть, видите, у нас получается вот здесь везде null, то есть, у нас нету ключа. Extra, то у нас using where, а filtered, вот этот вот показатель важен, filtered, так как он показывает процент, за который это все находилось. Чем он выше, тем быстрее произошел поиск. Вот, соответственно, 22 и 2. Соответственно, что весьма медленно произошел у нас поиск. То есть, 9 строк таким вот образом перебирал, так как у нас экстенты разбросаны отдельно в нашей базе данных. Давайте сейчас посмотрим разницу между между кучей и таблицей с индексом. Ну, давайте сейчас мы ее пересоздадим. То есть, мы удалим таблицу b3 и просто вот создадим таблицу b3, у которого numbers будет, видите, primary key. Так, primary key. И теперь мы добавим наши данные. То есть, видите, от 1 до 4 и 6, 7, 8, 9. Добавляем. Так, теперь вот, видите, данные добавили и делаем выборку. Ну, идет сначала. Ну, давайте теперь вот в эту же табличку добавим пятерку вот сейчас. Видите, пятерки тут нету, тут есть 4, 6 и 7. Добавлю я сейчас пятерку. Так, хорошо. Теперь, давайте теперь сделаю выборку. О, видите, пятерка не в конце, так как у нас, помните, есть страницы данных и страницы индекса. То есть, по данным индексам наши страницы отсортировались, в нашем экстенте. Вот. И, соответственно, пятерка идет после 4. Хоть мы ее добавили последний. Вот. И сейчас, если мы сделаем выборку, где numbers 5, 6, то, конечно же, в начале 5, потом 6, так как по этим индексам оно отсортировано. Вот. Хорошо. Тут дело понятно, оно отсортируется. И давайте проанализируем наш запрос также с помощью explain. Так, делаем выборку. О, теперь смотрим. Там, помните, перебирало всю таблицу. Там было 9 записей. Вот тут вот было 9 записей в прошлый раз. А сейчас он только 2 записи перебрал, так как у нас они упорядочены идут. И видите, фильтр со стопроцентной вероятностью сразу нашел наши данные. И тут пишет, там, где у нас был k null, то, соответственно, у нас уже ключ. Первичный ключ, видите? То есть уже не null. Вот. То есть видите, насколько быстрее происходит поиск в таблицах, у которых есть индекс. Хорошо. А давайте, в принципе, сейчас с вами рассмотрим понятие кластеризированного индекса и не кластеризированного. Индекс, это, как мы уже поняли, это объект, с помощью которого мы повышаем производительность поиску как к нашим данным, в базе данных. Вот. И, соответственно, индекс использует алгоритм поиска, который называется сбалансированное дерево. То есть есть очень много разных деревьев, и самое распространенное из них это сбалансированное дерево поиска. То есть получается, есть корень, это первый элемент, и данное дерево у нас сортируется. К примеру, элементы, которые больше, идут в правую часть, элементы, которые меньше, в левую часть. И так дальше. Видите, больше в правую часть, меньше в левую часть. То есть, видите, 6, оно будет меньше, чем 8, и больше 4. 2 будет меньше, чем 4. Вот. Дальше 12 будет больше, дальше 10 будет больше 8, и меньше 12. И так дальше. То есть, таким образом осуществляется быстрый поиск по нашим элементам. То есть, есть также сбалансированное дерево. То есть, вот это вот у нас сбалансированное дерево называется. Соответственно, два потомка у каждого узла. Видите, каждый узел, он имеет два потомка. Два потомка. То есть, о деревьях можно говорить много. То есть, есть сбалансированные деревни, такие как красно-черное и обычное сбалансированное дерево. Соответственно, рекомендую посмотреть этот алгоритм где-то в интернете. Но мы перейдем к нашей сегодняшней теме, такие как индексы. То есть, кластеризированный индекс и не кластеризированный индекс. То есть, кластеризированный индекс это, в принципе, индекс, который мы уже использовали. Там первичный ключ. Либо мы также можем задавать по умолчанию кластеризированный индекс. К примеру, свой индекс создать. Но даже если у нас есть таблица, мы можем добавить к ней индекс. И не кластеризированный индекс. То есть, не кластеризированный индекс есть в двух вариантах. То есть, индекс на неупорядоченной таблице. Некластеризированный индекс, можно сказать, в куче. Либо не кластеризированный индекс на кластеризированной таблице. То есть, в упорядоченной таблице. Мы начнем с кластеризированного индекса. Как уже было сказано, кластеризированный индекс использует алгоритм сбалансированного дерева. Поэтому поиск по нашим индексам будет напоминать нам наше дерево. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.